Брещанка Светлана Романова считает себя сильной женщиной. Нет, не в плане коня на скаку и на пролом в горячую избу. Хрупкая она ведь девушка с сильнодухом. Решила изменить жизнь и повернула ее на 180 градусов. Сменила торговый прилавок на таксомоторный парк и села за руль железного коня. Уже сейчас, наверное, уже не надо делить. Это уже настолько поменялось. То, что раньше было, например, мужчина-парикмахер была редкость. Хотя сейчас, в наше время, это уже довольно-таки распространенное явление, так сказать, увидеть мужчину-парикмахера. Точно так же и водитель. Такая, ну я думаю, что в принципе это и женская профессия. В такси-сити Светлана работает 4 года. Водительский стаж 17 лет. До прихода сюда был опыт работы в другой таксомоторной компании. Поэтому все тонкости профессии водителя девушка знает. Даже характер пассажира уже научилась определять по манере посадки в салон и первым фразам. За время работы, за 4 года работы в такси полных, я могу сказать, что я даже могу назвать себя психологом в какой-то степени. Так как, ну все-таки разные люди ездят. И уже о каждом пассажире, так сказать, с первого слова могу сказать, что он из себя представляет. Из 300 сотрудников компании, где работает Светлана, порядка 10 девушки. Особого отношения к ним нет, делится героиня. Но на помощь и поддержку со стороны не только коллег, но и обычных водителей можно рассчитывать всегда. К тому же начальство при приеме на работу как раз отдает предпочтение именно представительницам женского пола. И хотя существует мнение мужчин, что женщины невнимательны, исследование и практика говорят об обратном. Дамы за рулем намного осторожнее, в силу чего меньше попадают в аварийные ситуации. Несмотря на то, что уже девушек много, таксисток, да, все равно первая реакция – это удивление. Сразу или восторги, ну вообще, ну по-разному, значит, они проявляют свое удивление. Также, да, очень часто, если возникает даже просто стоишь на аварийке, могу так сказать, многие мужчины-водители останавливаются и спрашивают, все ли нормально. Свою профессию Светлана Мужской не считает. Ей нравится то, что она делает. За смену может намотать пару сотен километров только в черте города. А вот главными качествами хорошего таксиста называет терпение, порядочность и общительность. Некоторые хотят пассажиры, садясь, пытаются учить водить. Думают, что да, девушки-водители хуже ездят, чем мужчины. Ну, в основном, в основном реакции хорошие. Заниматься любимым делом, вкладывая в него частичку души, у Светланы это получается. А еще хорошо получается ломать стереотипы и оставаться настоящей женщиной в мужской профессии. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.